В истории всего мира была достаточно долгая полоса, когда за долги можно было угодить в тюрьму. В конце концов, от этой практики повсеместно отказались по очень простой причине. Если человек сидит в тюрьме, он, естественно, не может заработать столько, чтобы погасить долги. И далеко не у всякого найдутся достаточно состоятельные друзья, чтобы выкупить его из долговой тюрьмы. Соответственно, идея уголовной ответственности за долги по жилищно-коммунальному хозяйству приведет, в лучшем случае, к массовой спекуляции квартирами, высвобождаемыми таким образом от жильцов, но не приведет к уменьшению задолженности по ЖКХ. Так что я думаю, что судебным приставам, прежде чем разбираться с должниками, стоило бы для начала поинтересоваться, а почему вообще тарифы на ЖКХ такие, что миллионы людей не в состоянии их оплачивать. И не надо ли начинать сначала с расследований деятельности ЖКХ, а не с уголовных дел против неплательщиков?